Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре серии баллонских удилищ от компании Сальма. Называется Team Salma Balonese. Удилища достаточно интересные. Ну, скажем так, из всех баллонов, представленных в Сальме, сейчас они очень распространены, очень востребованы. Люди именно на эту серию обращают внимание. Почему? Потому что по деньгам она совершенно недорогая, скажем так, такой средний сегментик. Но при этом очень неплоха в характеристиках. Ну, скажем так, это раз. Во-вторых, далеко не во всех сериях есть семерки. Не у всех производителей они тоже есть. Здесь семерочка есть. Значит, начнем с модельного ряда. Представлена серия в трех длинных 5-6-7 метров. Карбон заявлен Т40. Ну, в общем-то, наверное, да, где-то около этого оно и есть. По кольцам. Кольца СИК с керамической вставкой, соответственно, карбит кремния. Вставки надежные. В общем-то, вечные, не прочирающиеся. По колечкам тоже, по ножкам я имею в виду, по лапкам колец тоже никаких вопросов ни у кого не возникает. С моей точки зрения, очень хорошая серия колец, которая сюда установлена. Она и недорогая, чтобы, ну, скажем так, не завышать цену и не платить за то, что не востребовано. Потому что это все-таки не спиннинг-баллонка, да? Ну и, тем не менее, качество надежное. Здесь на высоте. То есть, я ни разу не слышал, чтобы эта серия где-то на каких-то удилищах протиралась леской, даже плетенкой. Понятно, что на баллонсках плетенку используют, ну, совсем уж прям вот супер продвинутой, в кавычках, да? Но, тем не менее, такие встречаются люди. Значит, по катушкодержателю. Джинбо С6 стоит здесь. По большому счету, это, в общем-то, одна из разновидностей стандартных таких вот недорогих катушкодержателей класса ClipUp. То, в общем-то, то же самое. Достаточно надежные держачки. Материал прочный. Что еще радует, что внутри такие вставочки под лапки катушки, которые, в общем-то, позволяют очень надежно, прям вот монолитом зафиксировать катушку. И никаких проблем здесь никогда с ней не будет. Ну, по дизайну вы видите, соответственно, черный с красным. Такие вот классические, собственно говоря, цвета. По пробке металл. Здесь идет вставка резиновая для того, чтобы... С дырочкой, да, для того, чтобы вода стекала, какая-то вентиляция была. И что немаловажно, это каждая удочка снабжена вот такой неопреновой штучкой. Я до конца вытаскивать не буду. На картинке вам ее сейчас покажу. Она служит как раз для того, чтобы кольца не соприкасались друг с другом вот здесь при сложении. То есть, чтобы они были друг от друга на каком-то расстоянии. Вставки колец не травмировались. Значит, само удилище снабжено каждое вот таким чехлом жестким. Хороший чехол, прочный, жесткий. Никаких вопросов, в общем-то, тоже не вызывает. То есть, и нареканий. То есть, я его прожимаю, все хорошо держит. Защищает. Тут еще немаловажный момент, что у некоторых моделек так, но не этих, да, не этого производителя, бывают чехлы прям вот заходят прям тютелька в тютельку, что касается даже колец. И получается, что вроде чехол есть, а какое-то нажатие, понимаете, да, вот такое продавливание, либо немножко где-то сплюснули сбоку чехол, и, соответственно, ставка вылетает, или кольцо гнется, то здесь расстояние еще столько же. То есть, грубо говоря, вот я смотрю на этом чехле до стенок, там, до верхних стенок, там, сантиметра полтора, наверное, остается, а в верхней части еще больше. Значит, по транспортной длине сразу измеряем. Пятерочка, ну, я чуть-чуть прибавляю запасом на чехол, 138, соответственно, шестерка 142, и семерка тоже 142. По диаметру комля в месте хвата меряю 19, у пятерки, у шестерки 22, у семерки 24. И немаловажный момент, это вес. Сами понимаете, я каталогам не верю, я всегда все перевешиваю сам, если мне это вообще надо. Значит, пятерка, 175 грамм, 250 грамм, шестерка, и семерочка, 310 грамм. Ну, прекрасные, приятные очень веса, скажем так, очень конкурентные веса, скажем так, выигрышно конкурентные с многими производителями. Значит, давайте раскладываем, смотрим строй, и дальше уже общаемся. Итак, уважаемые друзья, разложили, значит, сразу говорю о реальной длине, то есть о фактической длине, незаявленной, пятерка 477, шестерка 576, и семерка 684. Ну, как известно, все производители уменьшают фактическую длину относительно заявленной, но одно дело это на много, другое дело на мало, скажем так, здесь это абсолютно приемлемо. Также, не сказал в самом начале, хлыстик снабжен двумя скользящими кольцами для того, чтобы нагрузку распределять верно, и, соответственно, еще одно скользящее кольцо на втором колене. Значит, у нас в руках пятерочка, в руках лежит идеально легко, очень приятно. Ну, вот смотрите, по строю. Вот где-то я читал, что он быстрый, но я не могу сказать, что здесь очень, что здесь быстрый строй, не совсем быстрый. Он, в общем-то, ну да, имейте в виду, что тест на всех удилищах 2.15. Я бы назвал этот строй все-таки, наверное, средне-быстрым. Но вот у пятерочки он четко средне-быстрый. Давайте нагрузим, посмотрим, как распределяет нагрузку. Сам бланк распределяет. Ну, смотрите, приятно. Да, но имейте в виду, что тест указан здесь не просто так, поэтому действительно ловим в рамках теста. Были бы они пожестче, типа фотон-болоса, баниев, ну, конечно, тогда можно было говорить уже о быстром строе. Вот здесь, да, палочка неплохая, да, она очень легкая. Вот шестерка у меня в руках тоже изумительно лежит. Вот, но вот мордочка, видите, она не жесткая. То есть, если делать придержку, жесткую придержку, да, с остановкой поплавка там на точке, да, или бы там проводочку делать с периодическими придержками, такими жесткими, то, соответственно, леска у нас будет в натяг, и если боковой какой-то ветер, будет он мордочку поддергивать, а, соответственно, мордочка будет поддергивать леску и поплавок. То есть, у вас нормальной такой придержки не получится. То есть, здесь именно, я к тому, что это говорю, что здесь исключительно все в рамках теста. То есть, это среднее течение, слабое течение, но никак не там сильные каналы. Это все-таки палочка не совсем для таких целей. Давайте нагружаем. Смотрите, все то же самое. Да, неплохая, хорошая амортизация, хорошая бросковая палка. То есть, она реально бросит поплавочек там 2 грамма, как указано в тесте. Никаких вопросов здесь не будет. Вот, но только вот, ну, мне бы, конечно, чуть пожестче. Вот семерочка в руках лежит уже потяжелее, но тоже приемлемо. Я не могу сказать, что вот прям как-то, вот я вот таким хватом ее держу. Не могу сказать, что как-то там плохо. Да, подколбашивает немножко мордочка, видите. Вот я стараюсь ее остановить, вот зафиксировать, да, ну, сами понимаете. Но неплохо, я не могу сказать, что это вот прям как-то очень критично. Да, ну, вот в рамках теста я ставил туда 20 грамм, вот когда я ее ловил, поплавочек, семерка именно. Вот, и она ее уже валит, то есть она не держит 20 грамм. Поэтому, как, 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 в общем-то написано, 2.15, так ее и нужно использовать. Дорогие друзья, посмотрели. Вот, как всегда, в конце показываю чехол. Пару слов о наших акциях. Те, кто еще не знает, 2 запчасти в год даем бесплатно, кто подписчикам, кто у нас покупал и кто подписался на минимум 3 социальные сети, Telegram, ВКонтакте, YouTube, имеют право получить время проведения акций бесплатно до 2 штук в год 2 запчастей на любые удилища, купленные у нас. Так, на Сальму мы уже такую акцию проводили 2 раза, люди довольные, которые даже уже купили 3 года назад и, скажем так, не надеялись получить что-то, не надеялись обновить свое удилище. С новым коленом довольные поехали на рыбалку. Значит, вот такой чехол, качественно сшитый, мягкий. Материал что-то похожее на велюр и синтетика, соответственно, внутри. Ну, вот сказать, что он намокает, я не буду говорить, он не намокает, запахи особо тоже не впитывает, но и смотрится достаточно приятно. Не скажу, что дорого, но и недешево точно. Поэтому и что радует, то, что про строчечки все нигде не торчат, ниточки никакие, то есть приятно. То есть даже можно, я часто не ношу удилища в чехлах, но здесь даже можно, скажем так, приятно его туда положить после рыбалки, дальше в тубусик там засунуть, да, и перевозить так. Ну, приятный даже вот на ощупь чехол. На этом, наверное, все. Подписывайтесь обязательно в социальные сети, покупайте в Мультифиш. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok